МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала «Звязда» – хроника чрезвычайных происшествий Рубикона. В студии работает Антон Льщёнок. Здравствуйте. В Беларуси заканчивается уборочная кампания. Некоторые аграрии используют время жатвы в собственных корыстных интересах. Так, сотрудниками БЭП Оршанского РОВД совместно с коллегами из отдела департамента охраны выявлена схема хищения зерна. Установлено 27-летний механизатор сельскохозяйственной организации и 4 его подельника в возрасте от 34 до 44 лет. В течение нескольких дней похитили с поля, принадлежавшего местному сельхозпредприятию, свыше 5,5 тонн озимой пшеницы, общей стоимостью более 2 тысяч рублей. Похищенное зерно осельчане свозили на свои придомовые участки, планировали использовать для кормления домашнего скота и продажи. Фигуранты задержаны и выдворены ВВС. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления. 23-летний палачанин весной прошлого года откликнулся на анонимное объявление в интернете о легком заработке. Суть работы заключалась в открытии банковских счетов и передаче их реквизитов и аутентификационных данных своему нанимателю. За 4 месяца молодой человек распространил информацию о 14 банковских счетах, которые впоследствии использовались интернет-мошенниками в преступных целях. Действия обвиняемого в ходе предварительного расследования квалифицированы по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Республики Беларусь как незаконный оборот средств платежа и их инструментов. Свою вину в предъявленном вине не обвиняемый признал в полном объеме, а также уплатил в доход государства сумму полученного ранее преступного дохода. Обвиняемому за совершенное преступление грозит наказание в виде штрафа или ограничение свободы от 2 до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. На собственном опыте в этом убедилась 37-летняя Витебчанка. В марте этого года женщине в одной из популярных интернет-сетей пришло сообщение о крупном выигрыше – 100 тысяч российских рублей. Но для их получения необходимо оплатить комиссию, что она и сделала. Однако денег так и не получила. Напротив, жительницу областного центра убедили, что внесение большего количества финансов поможет увеличить выигрыш. В общей сложности доверчивая Витебчанка перевела аферистам почти миллион российских рублей. По данному факту, Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление. Расследование уголовного дела продолжается. В Гомеле сотрудники по противодействию киберпреступности Витебщины совместно с гомельскими коллегами при силовой поддержке ОМОН задержали двух молодых людей – 20 и 17 лет. На землю, Лёв! Руки за спину! За спину руки, милиция! Отдержали за кражу техники. Попался какой-то национерный канал и написал мне товарищ какой-то. И сказал, что буду продавать техники, буду продавать мне чеки, я буду прийти их забирать. Он должен был скидывать 50% национально. Молодых людей обвиняют в хищении имущества путем модификации компьютерной информации. Старший из задержанных в ноябре прошлого года нашел работу в интернете. Ее суть заключалась в покупке дорогостоящих товаров в интернет-магазинах по скомпрометированным банковским картам. После купленное продавалось на различных сайтах объявлений. Половина суммы от продажи шла организатору преступной схемы, другая оставалась в качестве заработка. 20-летний гомельчанец совершил махинации по двум картам на общую сумму более 9 тысяч рублей. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы. Проверяется их причастность к аналогичным фактам преступной деятельности. А вот герои следующего материала похитили деньги без помощи высоких технологий. Двое новополочан, изрядно выпив, отправились за новой порцией горячительного. Отсутствие финансов не остановило собутыльников. Решили найти третьего и выпить за его счет. Возле магазина парочка наткнулась на изрядно выпившего посетителя и, получив от него отказ на оказание спонсорской помощи, не придумали ничего лучше, чем повалить несговорчивого мужчину на землю и забрать все имеющиеся наличные. Новополоские милиционеры быстро установили любителей выпить за чужой счет. Возбуждено уголовное дело за грабеж. 6 августа 23-летний, нигде не работающий, ранее судимый житель Полоска, сорвал навесной замок и проник в гараж 60-летнего сельчанина, откуда украл находящееся там имущество, а именно запчасти для зерноочистительного оборудования. Все похищенное злоумышленник сдал в приемный пункт металлолома в городе Полоцке. Ущерб, причиненный пострадавшему, составило более 2000 белорусских рублей. В настоящее время злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Кража. Жажда легких денег привела 15-летнюю школьницу в наркобизнес. По указанию кураторов, она забирала крупные партии психотропов, расфасовывала их на разовые дозы и делала закладки. О преступной деятельности девятиклассницы стало известно одному из ее родственников, который пытался вразумить подростка. Однако девушка совета не слушала и приняла решение жить отдельно. Куратор наркошопа даже нашел для нее квартиру в Новополоцке. По дороге в Новый город девушка забрала из тайника более 45 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП и привезла психотроп в Витебск. Сотрудники наркоконтроля задержали девушку на железнодорожном вокзале Витебска. У школьницы обнаружен и изъят особо опасный психотроп. В настоящее время следователи завершили расследование уголовного дела. Материалы переданы в суд. 7 августа около 16 часов вблизи дома 2А по улице Луговая в Новополоцке водитель автомобиля Митсюбиши, двигаясь в сторону города Полоцка, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину-пешехода. В результате ДТП пострадавшую с полученными телесными повреждениями доставили в Новополоцкую центральную городскую больницу. По факту ДТП проводится проверка. Если вы располагаете какими-либо подробностями данного дорожно-транспортного происшествия, то просим вас обратиться в отдел ГАИ города Новополоцка по телефону, который вы видите на экране. Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к пешеходному переходу необходимо двигаться со скоростью, которая позволяет при необходимости предоставить преимущество пешеходам. Прежде чем выйти на дорогу, пешеходам необходимо убедиться в своей безопасности. В Орше пьяный водитель столкнулся с автомобилем такси. По данным следствия, в июне этого года 27-летний житель Орше отдыхал в компании и распивал спиртное. После застолья он сел пьяным за руль. При проезде нерегулируемого перекрестка мужчина не уступил дорогу автомобилю такси. В результате произошло столкновение транспортных средств. В ДТП тяжкие телесные повреждения получил пассажир такси. В отношении водителя Ситроен возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители в очередной раз напоминают, пьяному не место за рулем. Если вам стало известно передвижение пьяного водителя, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102. Возможно, ваше небезразличие спасет чью-то жизнь. А у меня на этом все. В эфире увидимся 3 сентября. Будьте бдительны и не переходите в Рубикон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова